Саша, я слышу вас? Да, слышно. Меня как? Всем привет! И солнечного расстава. Так, сейчас мы попробуем еще вот такую штуку сделать. Так, как кто-то повернуть. О! Так, давайте попробуем так. Дэнс. Вот. Так, все видно презентацию? А, отлично. Хорошо. Ну, в общем, давайте я представлюсь. Меня зовут Александр, как в принципе написано. И меня к вам позвали рассказать про Android Web. Второй версии, которую анонсировали. Так. Который анонсировали на Google I.O. Рассказать, что там было нового. Ну и заодно замотивировать всех, наконец-то, начать писать под часики, а не только под телефон с планшетами. Так. Ну, давайте начнем. Что показали на Google I.O.? Показали девелопер-превью новой платформы для часов, которая называется Android Wear 2.0. У нее там нет никаких вкусных сладких названий, как у обычного Android. которые для тех, кто там мало знаком с этой сферой, прямо сейчас актуальная версия Android для часов 1.4, там, с какими-нибудь там последующими циферками. Ну, вот, у меня прямо сейчас на часах 1.4, что-то там, не знаю, долго искать. Вот. Собственно говоря, основные изменения, которые произошли, они касаются интерфейса, приложений, циферплатов, мессенджинга, фитнеса, то есть практически всего, для чего используются часы. Давайте сейчас подробно про каждую. Значит, нам, как разработчикам, уже не очень интересно сейчас будет слушать про то, что новый UI, но общая идея нового UI в том, что теперь в основном очень сильно задействована кнопка, которая на часах, которая раньше была, после этого только включить-выключить. Она теперь используется для запуска приложений, для выбора вот этого самого, для сворачивания приложений, для выхода откуда-то. То есть раньше там просто смахивали, теперь это делается кнопкой. То есть оно все примерно то же самое, но модель использования часов сильно, как пользовательский опыт поменялся. К чему это приведет, ну, надеемся к хорошему и посмотрим. Что у нас, как разработчиков, будет больше всего касаться, это материал-дизайн для часов. Значит, Google анонсировали полноценную специализацию, то, что у меня вот здесь называется материал-дизайн-шаблоны, но это паттерны использования. Значит, у нас появился классический навигейшн-бар, который был в телефонах, вот выдвигающаяся менюшка слева, она вот в часах будет выглядеть, как вот на анимации, которая слева, можно видеть. То есть у нас есть mailbox, есть сеттинги. Смахиваем вверх, настраиваем что-то, переходим и используем, соответственно. Значит, это то, что касается этой части, и Google очень сильно всех сподвигает на использование темных тем, теперь часа. Они это объясняют тем, что светлое это достаточно классно и удобно, там всем нравится, но на часах, в условиях, когда вы сидите в каком-нибудь кинотеатре, вам не хочется, чтобы экран слишком ярко светился, и относительно этого, там, всех раздражал, за вас ставят неловкое положение, поэтому они рекомендуют использовать темную цветовую схему. Это первое. И второе, это то, что дисплеи, которые используются в часах, в отличие от телефонов, они практически активны 100% своего времени, поэтому, чем больше пикселей задействовано непосредственно каждый момент времени, чем ярче они смечатятся, тем быстрее они, соответственно, будут выбирать. Поэтому, кто хоть раз разрабатывал watchfaces для часов, они знают, что там прям очень жестко прописано, там, как можно меньше элементов, как можно больше старайтесь убирать, там, в режиме, когда они уходят в спячку и тому подобное. Соответственно, рекомендации относительно дизайна поменялись, выпущены новые цветовые палитры для всех стандартных материал-цветов, которые были для телефонов, теперь то же самое есть и для часов, но вот, как можно видеть на картинке справа, они вот все в темных тонах преимущественно. Ну, как это объяснил Google, мы уже знаем, в смысле я рассказал, но на самом деле, мне почему-то кажется, что они просто говорят, приходите все к нам на темную сторону силы. Так, значит, следующее, что они показали, это Standalone Apps. Это приложения, которые теперь могут ставиться не только как часть приложения от телефонного, но и само по себе. Конкретно, как это работало раньше. У вас, вы из Google Play ставите приложение на телефон, в нем есть модуль, подключенный, отвечающий за его телефон, часовую часть. Этот модуль ставится на часы, и, соответственно, у вас даже есть приложение, которое работало только на часах, но все равно вы ставили на телефон, оно занимало какое-то пространство там, и потом переносилось на часы. Если нужно было совершать какую-то сетевую активность, запрашивать какие-то данные, то часы сначала спрашивали телефон, телефон обращался в сеть, сеть отвечала телефон, и телефон отправлял дальше на часы. Ну, и, соответственно, порождало всякие задержки, проблемы, которых теперь, наконец-то, надеюсь, удалось избежать. Потому что часы теперь могут и по Wi-Fi, и новые часы будут практически по стандарту многие оборудованы сим-картами отдельными, поэтому они смогут ходить в сеть как по Wi-Fi, как я уже сказал, так и по мобильному интернету. Поэтому мы автоматически снимаем с нас проблему передачи данных между телефоном и часами. Приложение, стоящее на часах, обращается, получает ответ. При этом все равно может использовать уже все готовые наработки, которые были до этого в обычной телефонной версии Android. То есть там любые ваши библиотеки включают воли, ретрофиты, и все-все-все с этим связано. И что мы еще получаем вместе со Standable Naps? Мы получаем Play Store, собственно говоря, для этих самых часа. Под следователя мы можем поставить приложение с часов, и это автоматически расширило нашу пользовательскую базу на всех пользователей, даже не Android. Потому что, как мы знаем, Android Wear умеет работать не только с Android-ными телефонами, но и с iOS. Теперь, когда мы можем ставить приложение напрямую на часы, следовательно, мы можем ставить приложение, какой-нибудь, не знаю, тот же Google Fit на iOS-ный телефон и на часы. И они там будут работать. Но это как бы это гугловая технология, допустим, для велосипедистов он с травмом приложение называется. С травмом есть на телефоне, есть на часах, и они будут с собой вместе работать, даже учитывая то, что раньше не могли, в принципе, с iOS-устройства поставить что-то на часы. Поэтому пользовательская база выросла, все довольны, все счастливы, теперь можно писать практически на Android для всех пользователей, всех платформ. Следующая важная часть, которая появилась в часах, это то, что называется Wear Complications. На русском языке Complications как-то принято называть усложнение. Так принято. Пошло это и выражение, и технология, которые использовались от классических часов. Вот как можно видеть, здесь на часах братьевых, тут тоже есть дополнительные источники информации какой-то, секундомеры, хронометры, еще что-то. Вот ту же самую идею и привнесли в часы на Android Wear 2.0. То есть теперь это стандартизированный формат передачи данных на циферблат и ее отображение так, чтобы можно было показывать практически любую информацию, которая будет должна пользователю, и при этом он сам может настраивать, что он хочет там видеть. Как это работает? У нас есть WatchFace, здесь, собственно, сам Android Wear. На WatchFace разработчик закладывает возможность использования этих усложнений или компликейшенов. Пользователь в момент установки WatchFace выбирает те компликейшены, на какое место он их хочет поставить. Справа, слева, сверху, снизу, где разработчик даст ему эту возможность. Пользователь выбирает. Сама платформа Android Wear опрашивает провайдеры данных для этого отдела, получает от них ответ и передает уже непосредственно WatchFace на адресовку. Вернее, передает в WatchFace. В WatchFace там себе сохраняет куда-то и потом на каждый цикл Android их присутствует. Соответственно, выглядит весь цикл с точки зрения пользователя примерно так. Он выбирает циферблат, у него снизу появляется шестереночка, в которой он выбирает, что хочет поставить компликейшен или слева, или справа. В моем примере, который я накидал. В эмуляторе не очень много доступных проводников данных, назовем их так. И поэтому я выбрал, что у меня слева показывается дата, в которую я писал этот пример, и справа просто рандомное число. Поэтому и получился вот WatchFace, в котором подображается слева дата, справа число. Соответственно, практически любой разработчик может сделать сервис. Он пишется не очень сложно, он сильно проще даже, чем всякие злобные контент-провайдеры. И при этом при всем раздать свою информацию из своего приложения в WatchFace, так, чтобы пользователь мог установить их себе туда, и у него всегда был бы быстрый доступ к любой информации прямо из вашего приложения. Если это мессенджер, он может отображать количество новых сообщений. Если это какое-то фитнес-приложение, то может отображать количество пройденных шагов, километров, учет калорий, в общем, практически все, что вы. То есть еще один способ выстроить доставки информации до вашего пользователя. Основной задачей станет просто его заинтересовать, чтобы он установил себе прямо на циферплат информацию из вашего приложения. Знаете, приложение классное, но это не проблема. И последнее, что было нового в часах, это взаимосвязь платформы часов, ну и вообще все wearable, и платформы Google Fit, которая тоже очень круто эволюционировала, развилась. И, соответственно, теперь первое, что появилось нового, это то, что на часы будут приходить уведомления об обновлении танков в реальном времени. То есть что это означает? Что часы с помощью этой Google Fit платформы, которая собирает в себе данные из всех ваших фитнес-приложений, приложений, которые меряют калории, то, что вы съели и тому подобное. Вот, например, вы потренировались, соответственно, она это передала платформу на Google Fit, Google Fit платформа об этом узнала. Если вы после тренировки, она может сразу же отправить уведомление о том, что дружище, если только что потренировался, тебе было бы хорошо выпить сейчас какое-то количество воды, потому что, чтобы избежать их изложивания. Соответственно, такая же точная схема может работать между всеми элементами платформы Google Fit и присылать пользователю именно то, что ему нужно в каждый момент времени, прям сразу же. Очень удобно. Следующее – это распознание физической активности в реальном времени. Под физической активностью я здесь понимал именно активность в спортзале. То есть вы прям приходите в спортзал, садитесь, начинаете, не знаю, поднимать гантели. У вас сразу же на платформу, сразу же в Google Fit уходит информация о том, что вы там подняли вот столько вот раз. Бросили гантели, начали отжиматься. Сразу же пришла информация о количестве отжиманий. Начали качать пресс, это тоже. У них там пока это еще количество активности, которое он может распознавать, ограничено. Но обещают расширять, расширять и еще. Причем это действительно работает. Прямо АЮ, один из парней, он тоже там взял какую-то гантельку, покачал, и у него сразу же на часах все отобразилось, сразу же это было в Google Fit. Положил гантельку, я думаю, что если он дальше перервался, ему еще пришло уведомление о том, что аппарат чего-то выпить или чего-то съесть. В общем, тоже еще один источник информации, который можно использовать, и который получился теперь очень надежный, потому что сразу же в реальном времени вы узнаете о начале какой-то активности пользователя, о ее конце, ну или еще о чем-то. И то, что очень любят все, кто увлекается спортивной просто ходьбой, бегом велосипедом, что теперь это распознается все в реальном времени. Раньше это было чуть-чуть не так, я думаю, многие замечали, что вы там прошлись, через какое-то время у вас только появилась информация об этом, он там вообще смог посчитать, что вы не ходили, ездили на велосипеде, а потом через какое-то время это дело перестроили. Теперь они обещают, что все по правилю, у них теперь все здорово, и распознается тоже ходьба, бег, велосипед в реальном времени, и приходят уведомления о том, что вы начали ходить сразу же. Для велосипедистов это вообще прям очень здорово, они сели на велосипед, начали ехать, у них сразу же вся информация об этой езде на велосипеде начала уходить в приложение Страва, если оно у них установлено. Ну и дальше с этим можно уже что-то делать. Соответственно, если вы там напишите свое приложение, как-то реагирующее на эти события, оно тоже сразу же получит уведомление, сразу же можете с этим всем что-то делать. Вот. Ну и спасибо большое за внимание, спасибо, что позвали, надеюсь, что было интересно. Так. А есть у кого-нибудь вопросы? Нет? Всем все понятно? Все? Ну вы очень понятно рассказывали. Я старался, да? У кого-нибудь? Уже в то время, когда я рассказываю про часы, поэтому пожелать. Все быстро, четко и понятно. Ну и на самом деле, да, подводя итог под всем этим делом, просто хочется сказать, что часы уже просто перестали быть таким элементом. Такой вау, у меня есть там Android часы, там, или Apple Wear. Они стали уже действительно каким-то источником информации, который можно использовать всеми различными способами, даже если вы не пишете приложение, связанное с фитнесом. Поэтому, ну, пробовать как минимум уже пора. Классно, спасибо, Саша. Спасибо, что согласился нам рассказать это. Похлопаем. Все, хорошо, давайте, хорошего вам вечера, приятно отдохнуть. Всем пока. Счастливо. Спасибо, пока.